Привет, я Иван и вы на канале Маэстро Барбекю Сегодня я буду делать основу для всех вкусных мясных блюд Это мясной бульон Для мясного бульона я буду использовать вот такие вот сладкие вкусные косточки Немного овощей, это лук, морковка, корень сельдерея И со вчера у меня остался вот такой кусочек перца Все в бульон Первое, что я сделаю, обжарю косточки и овощи Для того, чтобы бульон был более насыщенного вкуса Кстати, у меня на гриле теперь появился чехол с моим логотипом Кому нужно, пишите, расскажу, где взять Решеточку убираем, чищу Зола собирается в закрытом зольнике Ее просто беру, так собираю и выкидываю Пусть вот этому дереву будет хорошо с золой Когда-нибудь у нас легкой дойдут руки И мы сделаем смокер вот из этих баллонов Пока руки не дошли Разжигаю я не только розжигом фирменным от Weber Но еще я вот так вот могу сложить салфеточку Пропитать ее маслом Положить именно на нижнюю решетку гриля И сверху накрываю эту историю стартером Буду использовать угольные бракеты Берем вот эту петельку, вытаскиваем И аккуратненько тянем И мешок открыт Насыпаю полный стартер Ничего страшного, что просыпалось Теперь поджигаю салфетку И накрываю стартером Ну а так как зима, мы еще разожжем с легкой каминчик Чтобы нам было тепло Сейчас салфетка с маслом прогорит и дыма практически не будет Да и вам, наверное, в квартирах будет приятно посмотреть на огонь Подготовлю овощи Морковку вот так вдоль, пополам Это корень сельдерея, я его почистил Просто на улице уже прохладно Я обжарю только вот одну вот эту штуку У меня осталось со вчерашнего салата половину луковицы Ее тоже сюда И еще одну луковицу пополам А теперь займусь косточками Я человек ленивый У меня есть лобзик На среднюю часть я отпилю Ага Да что ты так Вроде нормально Да я не вижу Ну вот, еще раз Так, один готов Добиться того, чтобы все у меня поместилось в мой афганский казан Ну, наверное, костей очень-очень много Ты что, Лёш, думаешь? Ерска, очень много Блин, ну что, из трех сварим? У меня из четырех-то круче будет Громушка! Гром! Иди ко мне! Вот, первую бегут бабы Все, доляну мы отпилили Это мясо, бери! Кстати, моя любимица Ласковая и воспитанная гроза Смотрите, как аккуратно Пойдем, Лёш, готовить Готовить пойдем Почти за 18 минут почти все брикеты горят Но у меня еще вот тут вокруг старый брикет Поэтому я сейчас высыплю Для того, чтобы все равномерно разгорелось Ввиду того, что у меня много собак У меня Собаки воруют Щетки и отгрызают ручки Поэтому у меня все щетки короткие Нагреваешь, хорошо чистишь И все, и потом можно жарить А еще, благодаря тому, что мы все обжарим У бульона будет янтарный такой цвет Насыщенный Вот, видите, косточки начали поджариваться Когда крышка открыта Не происходит конвекция То есть у вас сверху продукт не обрабатывается воздухом Ну вот, поэтому сейчас без крышки Потому что мне нужно очень быстро обжарить кости И сложить в афганский казан Я купил афганский казан В магазине Ссылку оставлю вниз Там вам по промокоду МАЭСТОБРБКЮ Дадут совершенно точно скидку Вот этот казан создан специально для системы GBS Он четко прям встает по центру гриля И очень хорошо варит Именно он вам нужен Казан 20 литров Понятно, что сюда помещается меньше 20 литров Но почему-то так афганцы назвали Вот 20 литровый Но тут по факту литров, наверное, 12 воды Смотрите, какие, а? Хорошие Дадут хороший вкус и аромат Надо их так уложить, чтобы все поместилось Сейчас как третий не поместится Вот, четвертый не поместится Так, теперь беру овощи Прямо со шкурками Я помыл до этого лук Поэтому все нормально Прямо выкладываю на прямой жар Можно сюда добавить еще Чесночок, что угодно Что хотите, добавляете Но мне тут чеснок не нужен Потому что буду готовить не всегда Блюда, в которых нужен чеснок Прямо несколько минут и можно переворачивать Так, чуть-чуть поворачивайте их Чтобы они не сгорели прям А, сельдерей Они сейчас прогреются И дадут очень хорошо свой вкус И сельдерей сюда же Лук обжарился быстрее всех Поэтому сразу сюда его Вкусный перец Не надо совсем разжаривать Тут даже его Еще пару минут Отправляем туда Заливаем водой Солю и ставлю сюда же нагрев И последний вот такой вот Румяный сельдерей Отправляю в казан Сразу убираю центр Решетки И накрываю крышкой Чтобы уголь просто так не прогорал Теперь пойду налью сюда воду И буду ставить на огонь Смотрите, тут еще такая подсказка Воды нужно набирать Не больше, чем Вот эта риска Блин, ну дофига воды сюда помещается Сейчас все посолим Накроем крышкой И туда все И пусть она варится Ну, собственно, вот такую вот Посмотрите, сколько я воды налил Бульон обязательно нужно солить Он должен быть соленый А потом уже, когда мы будем готовить Основное блюдо Мы доведем Нужное количество соли Как нам надо Теперь накрываем крышкой Крышка вот такая Тут резиновая прокладка Будет все герметично И вариться будет намного быстрее Смотрите, нужно поставить Чтоб клапаны были С разных сторон от ручки Тогда ручка очень хорошо встает Накидываем петли И затягиваем Афганский казан А дверь у нас Примерно три часа Ни хрена не делан я Мы с Лехой пойдем в дом Теперь ставлю казан на три часа На гриль Он очень тяжелый Но я совершенно точно уверен Что с моим грилем ничего не будет И решетка там крепкая И вот так оставляю Вот этот афганский казан Примерно на три часа Вот это вот клапаны Которые выпускают излишнее давление В момент приготовления в афганском казане Вот такая история совершенно нормальная Эти два клапана скидывают излишнее давление внутри Можно их так приподнимать Смотреть, что будет А вот это вот аварийный клапан Так что не волнуйтесь, он не взорвется Там сейчас бульон кипит Все вещества вытягиваются из костей и хрящей Бульон будет офигенный Демиглас это основа Для большей половины мясных соусов Скинем излишки Бульон переставим вон туда, в камин Кстати, смотрите, полтора часа Угли работают с открытой крышкой Это прям много-много Вот сейчас такая стадия, когда нужно, чтобы бульон уварился То есть испарялась лишняя влага И поэтому я один клапан снимаю Пусть влага уходит Конечно, там все готовится И готовится ему еще примерно час Но я должен туда заглянуть Мне очень интересно, что там Ох! Запах стоит, аромат прям мясной, мясной, мясной Он, видите, и густой Но сейчас еще поварим и процедим Блин, ну щипцы выбора вообще огонь Все могут Надо снять казан Прошло каких-то Телефон не взял Но уже не три часа Уже четыре часа он варится Сейчас покажу, что нужно сделать После того, как приготовили любое блюдо На этом афганском казане Нужно снять вот эти вот клапаны Для того, чтобы скинуть давление Если вы этого не сделаете И откройте ручку У вас все полется из-под крышки А зачем нам это надо? Нам это не надо Ну, кстати, вот мангал пока приведу в порядок Два часа назад подсматривали А теперь можно прям посмотреть, посмотреть Эта штука нам не нужна Крышка Ой, какая красота Какой аромат мяса Густой наваристый бульон Надо оттуда все подоставать Красота Смотрите, все выварилось Но это является основой для соуса с деми глаз Ну, а также у меня будет очень концентрированный бульон Для других блюд Такая неаппетитная фигня Да? Хлешка стоит, тоже смеется Копия вот этого в Средней Азии называется Альчик Уберу, чтобы пар не мешал Так, теперь мне понадобятся вот такие лотки Кастрюлю большая и сито Мне не нужно, чтобы в бульон попала ни одна малейшая косточка А теперь беру и процеживаю Так, а теперь берем такие лотки, которые я приготовил заранее И сюда Видно, да, какой? Что я буду делать дальше? Я эти лотки уберу, чтобы они охладились Когда они застынут Я порежу вот такими кубиками И у меня будет каждый кубик в определенное блюдо Добавил его, как кубик наггетом или кнор, как он называется Только все натуральное И ровно то, что мы сварили с Лехой Пока бульон остывает Пишите комментарии, ставьте лайки Конечно же, подписывайтесь на наш канал Кому нужен казан? Внизу прикрепленная ссылка По промокоду Маэстро Барбекю 10% скидка Так, ну что у нас получилось? У нас получились вот такие вот контейнеры У меня получаются порционные кусочки Любому мясному блюду придаст мясной насыщенный вкус Субтитры сделал DimaTorzok